ножку проворачивать корпус вставлять кто будет ну а что вы хотели район то благополучный покупаю покупаю вот эта интеграция она просто идеальная получай свои 6 500 на 1 дипа так ладно ладно ой я знаю это место ребят а я очень хорошо знаю это место а че не быть довольны я сейчас буду тратить чужие деньги много денег готова влияют классно короче я знаю это место ребят очень знаю это место можно снимать не он розовый у него сейчас синие волосы а вот по факту у него розовые ребят ну то есть были когда он только покрасить когда его лев или я под покрасилась покрасила не это не не злого хата но не скажу чья поехал слава украине получается всем привет ребята с вами злой и очередная рублика 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 рубль блять которую вы обожаете что купит кто-то за 10000 гривен а может даже больше потому что дядя поднялся на твиче смотрит но ролики набирают но и скоро мы немножко увеличим эту сумму но и суть обязательно в описании смотрите там много ссылок на стримы на инстаграм но для чуть я запиздился про себя давайте поговорим про моего гостя сегодня у меня в гостях прекрасная мудмуазель прибывшая прямо с москвы и находится на сейчас киеве это ариночка аренян меня нян хуясь и откуда x5 не понял как вейт как вейт откуда x5 там ох ю банный синич а ты завидуй да какая она же классная вот серьезно ребята настолько простая простой человек настолько простой человек я вот серьезно знакомьтесь это арина стримерша и прекрасная мудмуазель спортивная боевая может пиздачок тебе на двое поделить привет не волка ничего не говорите просто трать мои бабки я готовы сегодня тратить бабки вот этого молодого человека понимаете я и не хочу давать наличку просто будем все с карты потому что корона уходи с нашего района и чтобы как это говорит золотая карта вы понимаете почему он говорит ребят не волка кент кенту диглоу потому что буква в попробуйте попробуйте у сказать и в у это просто губки вот кенту и продолжаешь кенту а в кенту нужно напрягать губы из-за этого из-за этого он типа говорит может что он говорил только что вы поняли суть вот это расслабляет и когда ты с ним начинаешь общаться вот даже арина короче мы сидим в рейстике и арина тоже начинает вот это в телефон pay pass просто ну деньги грязюка блять на руки потом носе поковырялся заболел умер нахуй ну надо обезопасим просто будет обезопасим может чуть даже больше но мы посмотрим по ее поведению насыпем а вам я желаю перейти в описании нажать на все наши ссылочки инстаграм и твич и телеграм мы там грязюка тоже и дешим и подписывайтесь ставьте лайк так стойте а тут неправильно вот эта херня типа собачка должна быть на инстаграме а тут просто бля ну вы поняли да поняли суть телеграм мы там грязюка тоже и дешим и подписывайтесь ставьте лайки а мы мы пойдем покупать ей товарчики погнали так ребята ребята наша первая остановка с ариной это что это спорт спорт жизнь это часть моего образа жизни ебаные самолеты мы пришли посмотреть на спортивные товары для ариночки потому что в киеве она должна ввести ну иметь классную форму чтобы делать резюку там пойдем посмотрим что там есть я есть еще могу сейчас упасть и на одной руке пять раз отжаться мне похуй да 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 в виннице тоже вот эти вот беговые дорожки то есть вы можете одеть кроссовки nike adidas и и так далее и тому подобное и побегать по крутишь без ров а ты шарит за размеры претчаток брендов а ты хочешь типу насыпать по лицу брендовыми претчатками а играла от и эти искала мне очень сильно раздражает это потому что 21 века снимать нельзя я вообще не понимаю а что подождите подождите я не понимаю что снимать нельзя почему что это же реклама почему мы зашли в цитрус слушай это на на 6к зрителей это ебейшая реклама какой мне охранник пытался доказать что снимать нельзя кого мы снимаем перчатки сколько стоит или что боже мне так это бесит вот серьезно да я я серьезно я так надо бы стою ребят вы если вы вот можете а блин был стримая с горки у картмана кстати у картмана мы на лыжах катали там чего подошел говорит снимать детей нельзя без спроса а кто снимает целенаправленно иди ты нахуй уебище ну по факту чем подошел какой-то он вы понимаете чего просто скучно он решил что он что-то имеет я говорю карт он начал картман обращаться потому что камера есть я говорю стой артур говорю обращайся ко мне вы что вы хотели он говорит типа нельзя там 163 статья какая-то снимать детей нельзя а кто их снимает целенаправленно они просто попадают в кадр иди ты нахуй я ему так все по полочкам разложил что он просто что ему ну нечего было сказать а что а что он может сказать я говорю я говорю просто вы здесь не правы говорю я знаю свои права и все чего просто язычок свою в попку засунул и все и все спорт мастер ну серьезно никто их целенаправленно не снимает понимаете они просто мы стоим в очереди впереди ребенок мы не снимаем его вот так вот не рофлим над ним ничего такого это не есть статья если целенаправленно снимать рофлить над ними так далее и тому подобное тогда это да это можно под статью попасть я понимаю есть и кто-то если ты направляешь объектив специально то как бы у нас еще разрешение не требуется в европе требуется разрешение но у нас можно снимать но если человек просит тебя ну мне тоже самому типа ну окей окей не хочешь чтобы я тебя снимал да пожалуйста боже я найду другой так сказать другую фигуру для съемок привет капкейк он не не ок не ок мы сейчас найдем что-то нормальные там заснимем так что пошли они пошли мы в другое место мы приехали приехали чатки но мне кажется тут не продают перчатки тут их дают поебал всего данного честно говоря здесь так грустно это комплекс раннего уборщиков актера людей возомнивших что их у них есть какая-нибудь власть вот они идут да я ему говорю у меня опыт типа ну серьезно ребят у меня стримерский опыт семь лет я понимаю что можно что нельзя я даже понимаю ну типа в пдд я всегда ментам когда останавливали на трассе где-то обгон какой-то через сплошную он вообще не имел права там стоять вне населенного пункта он не останавливает ребят детки мне не дай бог это мои мои знакомые которые ну так сказать в мельницком которые ездили со мной могут подтвердить это я так ставал на дыбе я просто он не тыкнул все разговора дальше не будет в мысли я так стою на дыбы я так триггерюсь на это типа ты кто такой ты госслужащий и мне говоришь на ты уебище ты бля я я очень жесткий в этом серьезная я бывало такое просто просто он не тыкнул я говорю ты чё блять пошел нахуй блять просто и уехал никто мне не догонял бля никто меня не догонял я просто одну я очень вспыльчивый по по этому поводу нифига себе будет тыкать мне послужить и на вы и шепотом александр батькович гоголь александр батькович вот так вот и все честно говоря здесь так грустно для классно там все садись туда давай там охранник конечно круто смотрит вот так вот камеру вот так вот машина едет ну вы поняли да в эти стримерши эти инстаграм блогерши отрезал ноги посмотреть тур как оператор что это что это ты на таком фоне что хотела без ноги с ногой быть что ли на таком фоне только иди возможно без того без того господи это худший худший фотограф в мире дано человеку фоткать или что-то делать вот он делает вот тебе не дано вот ты и не делай ну я у меня пасты хорошо получаются это факт это факт так вот мы даже не знаем куда идти до какого хуя тут пожарная станция блять картуру мы не туда кажись приехали это на это пожар это станция пожарная блять тут пожарники где мы блять как посмотри как посмотри тур мы кажись не туда приехали конечно все понимаю мы приехали покупать перчатки но мне кажется тут блять людей какой красавчик просто вывозят людей что она закрыта слышно а какой этаж второй второй я если честно в первый раз такие движуху так вот же открытая дверь че он сидит в опыте и там перчатки перчатки выбирай смотри какие прикольные черепа это деньги их можно мерить вот а это а я хотел от этого бренда на что-то интересное для девочки такое она хочет и бить бить и чтобы это было сильно бить в лице стильно это больнее всего получать подождите подождите надеваешь перчатки и получаешь это супер саше 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 понравится да но мне еще тренинг кидал и минут дай потрогать тебе нравится такие эти да 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 слушай не такие нежные это двенадцатка да а тебе надо наверное здесь 10-12 тебе нужно мы когда-то восемнадцатыми тренировать шестнадцатыми у меня ручки маленькие ну а ну приклади вот так но у нас кстати у нас рук у нас не больше рука не маленькие руки ты можно сыпать да одевать какой-то размер смотрим это десятки такие большие да ты можешь не прям ездить давай ты просто будешь боксировать ножку проворачивать корпус вставлять кто будет я черный брал у меня вообще два спортивных костюма черные как раз вот такого цвета поскольку они стоят короче треть суммы она уже потратила нормально а подожди 60 тысяч рублей это 20 до 20 короче две руки одеть надо ты уже пить кого-то а тебе только на руки или кого-то связать надо им ну так чисто интересно какого связать подождите и саня против сани розовые конечно конечно нужно брелок брелок о кэшбэк халява так и все больше ничего не надо не надо или гречек нужен кто гречек вообще мне еще капу наверное вот папа есть там есть копы вот на ней не да все равно зубы выбьют на какого-то у кого сухих торты пиздачок и фиксировал против такого там балла который меня узнал и специально ты бил меня такой типа я бью получал удовольствие когда белки видишь и мы их тебе и нашли давай обе одевать пожёстче что это за удары но вот это драконы наши вот тренер по тайскому боксу говорил что это драконов должны быть бить точно в одну руку вот он типа брал короче одну руку подставлял потом вторую руку подставлял потому что две руки и блять это драконы какие-то были что у человека 22 головы или шо блять что ты шо и шо вот это что за хуйня ты бьешь по точке по точке точно бьешь что это за драконы на серьезно ну я не знаю типа очень многие тренируют типа 2 лапы ставлю но наш тренер постоянно одну ставлю вот вот ты сюда бьёшь ты сюда бьешь ну-ка думает что это голова да он уклонился там или тут стоит сюда двоечку даешь там сюда двоечку там раз сюда там двоечку двоечку он это этой рукой типа смахивает да сюда переставляет лапу например туда двоечку то есть типа он он здесь был теперь ушел сюда вот а это а вот это вот драконы блять ну что у человека то что это блять туда туда что это у этого как называется ты бьешь у человека две головы зачем ты зачем тебе две концентрации на две точки должна одна точка быть детей бьешь что ты видел она хотела мне какой под наушники наушники боже ридми блять хуёвые наушники дядь за 800 гривен давайте запакует их на карточку можно же вам скинули из покупки это было быстро это было бы страшно да заходить почему бы и нет ой а мне кстати ну просто перчи и все в принципе и спортивная форма и обувь да так берешь конечно берем берем еще все дорогая сумка ребят 200 это дорогая сумка можно красный сумка положить это все это все что ты именно хотела да все давайте карту я знаю что я хочу от этой жизни что я хочу купить чем я нуждаюсь у меня всегда есть четкий список четкий электронка это джу не кури брат я тебе советую не курить планы брелки я хочу себе вот этот когда 17 роликов похожих это рубрика это рубрика вот чтобы она себе взяла она михалина скупалась на его деньги и так далее и тому подобное это прикольно это реально прикольно орел будешь этот или этом форза а сумку время берешь да уже уходишь с брелком просто до забирай это четверть и ну четверть и так сказать почему классное место этого мазина потому что этот вид настораживает только что где-то тут я вот думаю нужны ли мне кроссовки для спорта ну и на оставшиеся так сказать money уже погулять купить что-нибудь подарочки новый год если что стоп давай напомним ребятам о том что новый год через две недели покажем это не суть такое праздничное настроение а ты не хочешь купить свят он облажается свят он облажается помните вот и вы красали дом новогодними елочках у елочки нет нет хотела бы украсить не знаю мне кажется в этом году без саша не одобрит как это без этого куда тарида пишешь ты подожди киквей понедельник дождись понедельника так мало осталось 3 гирлянда пушку пиздачок ему чисто он играет турнирчик для финаловерки фаер закопу сашку ебаный снизу а потом обратно в москву значит мы едем ну а что вы хотели район то благополучно красивенькая аккуратненько ухоженной а тезиске и что here и фرب а и франки asum киева подростить монеты ой-ой-ой не ой-ой-ой-ой бяди ёбаны Потратила ты уже деньги, поздравляю, Арина, не надо так злопой сильной крутить, что мы хотим, кому и так, это ривер мол, да, это ривер мол, это мой любимый магазин масс-маркета, но, мы идем в Зарро, нет, нет, мне одежда не нужна, давай остановимся, что мы понимали, что мы будем что-то искать, или будем что-то покупать, ну будем покупать, что, ну я думаю мы сейчас пройдемся и найдем магазин и купим, пойдем искать, мы пришли, мы самые любимые магазин косметики, ручной работы, гели, пенки, все очень вкусно, все очень классно, все очень натурально, по-вегански, очень любим животных, очень любим природу, мы сейчас зайдем и купим гели для душа, бомбочки, ой, я сейчас так куплю здесь, ой, это, блядь, бомбочки, ну, нет, для душа, окей, я вообще ванну не использую, ребят, и вам не советую, ванна, это может быть какая-то суббота, если вы в воскресенье не работаете, и то под вечер, ванна очень сильно расслабляет, это, ну вообще, душик, 5 минуток, контрастный, чтобы сбодрить вас, чтобы вы проснули все, чтобы вы были настроены, ванная, это, это просто, это такой элемент, как это, дома получается, да, ну, в плане то, что, ну, это очень расслабляет, особенно по утрам, это, это жесть, ребят, это, ну, серьезно, исключайте его, ребят, хотите добиться успеха какого-то, исключайте ванную, вообще, в субботу, ладно, если вам в воскресенье ничего не надо делать, но у меня, я каждый день что-то делаю, каждый день, я не могу расслабиться, Киев не позволяет расслабиться, вообще, душ, поверхность, очистка кожи, все, да, 5 минуток, боже, я, бля, я захожу в зале, ребят, вот смотрите, я вам рассказываю, ванная топ, дядь, ну, вот так и будешь, вот, серьезно, будешь 10 тысяч рублей зарабатывать, блядь, и так всю жизнь, хочешь добиться успеха, не надо себя жалеть, никакая ванная, дядь, ты должен ебашить, понимаешь? Я тебе говорю, я, даже в воскресенье, ну, типа, вот, ум работает, да, вот, нету какого-то расслабления, не могу расслабиться, душ, это, это самое лучшее, что есть вообще, ну, то есть, это не, вот, я рассказываю, ребят, что происходит, вот, короче, я не понимаю людей, тренировочка, ты потренировался, да, пот, выделился туда-сюда, боже, после тренировочки, идешь в душ, 3-5 минуток, просто гель нанес, смыл, все, что там делают эти челы по 15 минут, блядь, закрываются еще шторками вот этими, понимаете? Что это за хрень? Я сейчас здесь все деньги оставлю, я беру, ей для душа, банановый этот, я беру, понюхай, ой, я не знаю, я, наверное, не пробник взяла, извините, пожалуйста, ой, а что из этого пробник? Давайте вам помогать, вы, если хотите что-то понюхать, вы чуть-чуть просто откроете. А, можно, да, так делать, я просто, да, понюхаю, понюхай. Какие вы любите ароматы? А чем пахнет? О, это не корона, не. Снежный, не пахнет. Снежный, а что это? Не был ни разу, если честно. Она пахнет вот так. Вот у меня сейчас такой дом. Но это можно понюхать. Ванна влияет на успех, хотите добиться успеха, сидите меньше в интернете. Ну, это тоже, Николь, привет, кстати. Здравствуйте, Николь. Это тоже, привет, типочек, боже, сколько, сколько саба пропускал. Не, ну, это элемент интерьера, который по факту вам не очень нужен. Не очень-то и нужен. Просто если вы в ванной, типа, начинаете день, вас расслабляет, так же вы ходите вот так вот, ну, расслабленно. Вам наоборот надо ебашить. Наоборот надо, блядь, надо... Серьезно, ванна, это очень сильно расслабляет вас. Очень сильно вас расслабляет. С понедельника по пятницу, например. Ну, мне вообще, ну, типа, я понимаю, что у меня другой... Ну, я другим настроен, зарабатываю. И я не могу расслабиться. Я не могу даже в субботу там ванную принять. Под вечер, ладно, под вечер, возможно, еще можно расслабиться. И сразу в кроватку, вот такой, вот, чуть-чуть полумокреньким каким-то, залазить и все. Но я уже давно, супердавно... Не принимал ванную, да. Кидаем пеннис в дирек, понял. Лучше сиськи. Мужчине, я не знаю, что тут, я же первый раз в таких магазах. Что можно приобрести? Ну, вот брутально. Брутально. Это просто в душ? Ну да, это мыться гель. Это мыться гель. Это мыться гель. Нормально, слышишь? Брутально? Брутально. Мужчина, может мне тоже такой, пожалуйста. Давайте ей тоже такой. Красивый вкус и похоже. А что у вас это подарунки кому? Просто так, типа? Ну, что-то внутри. Это подарочные наборы, в которые входят что-то входит. А это рандомные? Ну, не рандомные, это не год в мешке. Нет, там есть наборы с домом и пенами, есть наборы в уходах, это дело, нет комбинированные. Но никто не знает их названия. Что будешь еще? По мухам из-за тебя мы давно заметили, что тебе не нравится ванная. У меня нет мухи, брат. Я хотела бомбочку. Нет, не бомбочка, а знаете, пену вот такая вот розовенькая у вас. Это ванную? Да, это ванная. Вот розовенькая, да. А в душ ее можно бросить? Нет. Ну, вот эти хрени для девушек, ну ладно, ладно, пусть расслабится вечером, она залазит в ванную, кидает вот эту штучку, она начинает пузыриться. Я знаю, я пробовал вот эту штучку. Ну, не такую там шарики, вот эти вот, не анальные, не, 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 чат, анальные шарики нет. А просто, вот, простые шарики, которые растворяются в воде, начинают пузырьки испускать, там этот запах прикольный, да, 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 да. Можно мне, пожалуйста, тоже? Не хнуть. Что ты там ржешь, блядь? Что ты там ржешь? Блядь, модераторы, пермачивы, давайте, пожалуйста. Не пахнет. Не пахнет. Я так до розового не хочу, я возьму тогда вот, вот, вот он, да, все, взяла. Это для Саши? Да. Будет приятно, я думаю. А, скажите, пожалуйста, спрей для тела, что-нибудь после душа такое, чем-нибудь попшикаться есть? Будет парфюмированный, у нас на вечерных масках, да? Да, давайте. И хотели бы ароматы. Что-нибудь сладенькое. Хорошо, у вас тут сладенькое, у меня есть вот такой проколока-спрей для тела, он, ну, как... А, ну, это как духи идут, да? Да, да. Не, лучше лосева, это что-то это жестко. Ага. А, что-нибудь не пахнет. Ага, это после душа помазался, и... Да, он где-то на самом деле лимитального масла, с маслом гвоздики и ланг-ланга. Ммм, а что такое, можно, пожалуйста, очень вкусно? А какой мы бьем, маленький или большой? А, давайте маленький. Хорошо. Ваниль берем, я тоже возьму себе ваниль. Да, так я же тоже красавица хочу бить. Хорошо. Какой объем? Маленький. Все, я все. Можно меня почаще в такие ролики приглашать снимать? Да. Мне просто достаточно, что. Там, конечно, условия. Если ролик разберет 100 тысяч лайков, мы снимаем 100 тысяч рублей. Оооо. 100 тысяч рублей. 41 тысяча лайков. Давайте, давайте, ребят, навалили лайков. Навалили лайков просто сюда, дохренища лайков навалили. На той 100 тысяч рублей для Арины. Ничего себе, просто, просто изи, изи возьмет. И на 100 тысяч рублей за тарицем. Ооо. Так, ребята, если ролик собирает 100 тысяч лайков, мы идем в секс-шоп. Мы покупаем. Нижнее белье. Ой, ну вообще. Бля, нижнее белье, это охуенно. Вот как-то, ну не знаю, это разнообразить сексуальную жизнь можно, да. Нижнее белье с растяжкой на писечке там, бля. Так, все, хватит, ребят. Сейчас понесет меня, короче, и я не смогу остановиться. Придется оффать. Я 100 тысяч лайков. Думаешь, как накрутить? Я думаю, да. Думайте. Держите, держите эту мысль, если вам в голове. Аня уже у вас в голове. Довольно? Ты будешь... Откуда тебе знает, как на девушке вылезти нижнее белье? А, ну да. Вот смотри, у нас... Артон, спасибо, спасибо. У нас классный сад. Ты будешь после тренировки приходить в душ и всякая грязюка съемать. Видишь, я всегда знаю, что я хочу. Это очень круто. Побольше обыкновенных девушек уже не моих. Чтобы всегда знали, что они хотят. Ну да. Сколько у меня, ты еще говоришь? Сколько у меня, ты еще говоришь? 3-300, да? Это осталось. Не, ну, скажем так, у тебя осталось еще на один какой-то прикольный товарищ. Хорошо. Ариночка, скажи мне, что ты накупила? Потому что я кроме бомб ничего не понял. Мы что, взрываем? Ну что? Осуждаем. Мы купили, мы купили косметику. Я человек простой. Не, была бы у меня девушка, серьезно, блядь, я бы, я бы не знаю. Я бы, наверное, каждый день ей какие-то, этот, нижнее белье покупал. Нижнее белье какое-то покупал. Вот эти вот, знаете что, такой вот, не спальний мешок, хотел сказать спальний мешок. Ну, пижамка такая с вырезом на попе, знаете, которая открывается. Блядь, это же так сексуально, это же так охуенно, серьезно. Блядь, это такая мелочь, которая стоит копейки, копейки, но так может порадовать девушку. Я, блин, я на каждую неделю в секс-шоп какой-то ходил. Не знаю, чтобы какой-то костюмчик ей прикупить, еще что-то. Я бы знал, наверное, все. От размера попы до размера груги. Ну, это, это как бы я и так знал бы. Я, я бы все знал, серьезно. Когда мне, ну, девушке приятно, мне вдвойне приятно. Мне нравится больше отдавать, нежели получать. А потом на зиму в банки бы закатывал бы, в смысле, не понял. Люблю за собой, ухаживаю. Да. Как дед говорит, ухоженная, вкусно, пахнет. Да. Это, кстати, про меня он сказал. Да. Купи себе пижамку с вырезом на попе. Нет, так мне не надо. Ну, если девушка захочет, то почему бы и нет, на самом деле. Но слушай, с вырезом не на попе, а с вырезом спереди я готов купить. Да, это я говорю. Это ауф, слушайте. Ухаживай. Ну, по тебе видно, у тебя такая, как дед говорит, ухоженная, вкусно, пахнет. А по девушке, поверьте, ребят, ей не нужно многое. Не нужно многое. Главное, чтобы вот, ну, она ухоженная, поверьте, может быть, немного тратит даже на себя. Я понимаю, что дальше идет, так сказать, в деньгах, да, там, ухоженность. Но если девушка вот хочет ухаживать за собой, она, поверьте, она может и шампунем, вот эти вот, гель для душа, маникюрчик сама научиться, где все. Ну, просто, понимаете, почему девушки ходят на маникюр, у них не хватает времени. Они что-то делают, ебашат, там, в плане, зарабатывают, и ей легче пойти на маникюрчик самой, потому что нету времени. Да, вот, да, такие нравятся, такие нравятся, вот, запах, ну, короче, на. Little Big Egg, ля, какой мужчина пропадает. Ну, ты же парень, алё, ты же парень, а я по девушкам, стой, как вы. Смазываться всякими гелями, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Конечно. Так, подождите. Борь, похоже на и вкусно пахнет. Обмазываться всякими гелями, там, бомбочки, там, знаешь, что такая вкусненькая, хорошенькая. Да, это правильно, это, бля, уважаю, поддерживаю, и только так должна девушка делать. Мы взяли с тобой вкусненькие гели, бомбочки, и все натуральное. Надо любить себя, пользоваться хорошими всякими штуками, и от этого обалдеть. Да, все правильно она говорит, все правильно она говорит. Девушка, это, это, боже, да, как выглядит девушка, это отражение вашей мужской любви к ней, на самом деле. Как даже она счастлива по жизни, как мужчина к ней относится. Не, понятно, есть одинокие девушки, но они не перестают себя уважать. Вот, фигура, там, вот, ну, короче, это отдельная руководит. Это удовольствие, тратить деньги на хорошие вещи, чтобы это излучать и зарабатывать в два раза больше. Конечно, все правильно, все правильно, не жалейте на себя. В два раза больше зарабатывать. Это в геометрической прогрессии, да? Да. Да, 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 секс-шоп и нижнее белье, ребята. Два персика будет у Сани вайны плавать. Плавать. Так, сейчас супер хочу. Нет, сейчас мы не смотрим это. Хочу пакет. Ой, пакет. Пакет. Подарок хочу. Кому? Ну, не знаю, ну, не знаю, не знаю, посмотрим, кому именно. Короче, ребят, у нас осталось последнее место. Арина хочет сделать кое-кому подарок, может, даже себе, да. Себе, да. Ну, а место, где продают хорошие вещи, я знаю, только одно в Киеве. Мы их пизда... Проплачены. А нам скидку делать? В смысле проплачены. Просто по-братски, блядь, решил, знаешь... А-а-а, я знаю, кто это. Это Агностик, ребят. Это Олежка, который был. Вот, это его магазин. Где нормальный лук? Так, Агностик. Вот, мы проходим, пойдем. Увага, у него ты маску. Агностик. Пойдем. Такс. Встречай гостей, брат. Брат, так это на дверях же написано. Это Никита, иди сюда. Вот этот в Инстаграме он. Он жесткий, ребят. Я не знаю, как это называется. А битмейкер? Не, не битмейкер. Он, короче, он с бита какого-то. Он так умеет переделывать на вот этой штуке, как она называется. Ну, такая установка, да. И там, он просто переходы между битами, между треками такие жесткие делают вообще. Я его как-то позову на стрим, ребят. Диджей, вот типа диджей. Ребят, скретч, возможно. Я не знаю, как это называется. Я еще позову, ребят, с Паладина, да. Паладин. Вы поняли, да, кто такой Паладин? Это который битмейкер. Который, как она называется? Моргенштерн уписал вот эти биты. Паладин и вот этот Никита очень жесткий. У меня есть в Торисе, когда он там делал, вообще жесть. Я так улетал. Он такие там хуйни закручивает. Вообще жесть. Я его позову, ребят. Паладин он забит, это саундная. Да. Паладин он забит, да, да. Он очень жесткий. Очень жесткий Паладин. Я его позову, ребят, на стрим. Нужно маски одевать. Арина, Артур. Привет. Это владелец, брат. Нам нужно что-то грязюка. Это владелец, да. И второй владелец это Олег. Нам нужно грязюка. Он у меня был, да. Он у меня был, Олежка такой, бородатенький. Хочу какой-нибудь худак или свитшот. Можно скрутить эту грязюку чуть-чуть? Давай сделаем тише. Ариночка, что ты хочешь? Смотри, могу тебе предложить вообще все, что ты хочешь? Худи, свитшот, штаны, футболка, кроссовки. Очень большой выбор всего сейчас есть, кстати, особенно в своих размерах. Бля, вот эта грязюка. Да, ну это классная грязюка, но дорогая. Сколько она стоит? 25 тысяч гривен. 25 тысяч гривен. Можно и охуеть. А вот эта сисим. Ну это бренд. Да, ребят, там бренды, короче, не паленые. Там жесткие бренды. Ебануться, кто это делает? 20 тысяч гривен. Да, там лимитированные версии. Вот это вот есть, ребят, в Киеве. В Киеве. Очень жесткие. Там померить. Конечно. А я могу прям здесь. Где, где раздевалка? Есть, так сказать, брендовые одежды Агностика. В Одессе и вот в Киеве открылся. Я позже. Нормально. Выгуливаю. И что? Ой, она, кажется, уже залетает, да? Суприм, да? Суприм. Жстко. Все, забираем? Ну да. Иди сюда. Все, берем? Да. Держи. Мы берем, брат. Так, ну что? Мы вложили чуть-чуть больше в твой бюджет, но хотя бы пацаны и так писали, что хотят чуть-чуть больше монет, блядь, увидеть. Мне типа не жалко, потому что... Мы купили немного, но мы... Купили все, что надо, да? Я доволен. Так я тоже буду доволен. Ребят, покупали? Купили все, что хотели? Да, ребят, там в рубашке, там, блядь, ну пиздец, поверьте, вот эти бренды, они просто так созданы. Они, во-первых, да, но это очень стильно. Если вы начнете покупать такую одежду, вы, поверьте, насколько, так сказать, поймете, для чего это. Это, короче... Это Киев, агностика. Вы купили этого гностика, как минимум, это мои ребята, шмотки, бродык. Мы купили Арини Суприм, и что мы купили еще? Мы купили перчатки. Короче, мы будем заканчивать ролик, весь бюджет получился в 17 тысяч гривосей. Ну, это, в принципе, немного, если вы придете на мой твич-канал, подпишитесь, я Арина, я думаю, я смогу еще больше нафармить и большие суммы тратить на своих кирпоу. Ребята, напоминаю про то, про 100 тысяч лайков, вот, насыпем контент, который... Подожди, 100 тысяч лайков, это 100 тысяч рублей дальше будет, типа... А дешевый обоснованный интерьер, дядь, ты облимитированный ве... Короче, чел, я тебе вообще ничего не буду объяснять. Я тебе ничего не буду объяснять. Давай. Давай, ББ. Серьезно. 10к отдали на ремонт. Ну, в курсе, держи, конечно же, блядь. Вы понимаете, что надо делать. Конечно же. Я договорился, мы идем сразу в фэк-шоп и белье берем. Я лаю. Я люблю, я люблю, я люблю. Смотрите описание, там наши ссылки. Подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо за ролик. Сегодня была... Артур, Артур, спасибо за подарочки. Сегодня была вы всех Арина. У меня мало пока что, вап. У меня мало брендовых вещей, но я понял, в чем смысл их. Я понял, в чем смысл. Ты начинаешь больше тратить на себя, ты начинаешь... Ты начинаешь по-другому себя чувствовать. Вот что я скажу. Попробуй, попробуй, купи, блядь. Купи, ты начнешь понимать, зачем это делается. Не забывайте радовать друзей. Всем спасибо. Не забывайте про свои покупочки. Не забываю. Всем спасибо и всем пока. Пока. Лайкосик поставили, ребята. Блядь, офигенный этот. Что Дианы перестали обрабатывать?